Друзья, привет! С вами Роман Стикс, вы на канале Аудио Мастер Класс. Сегодня проведем интересный эксперимент. Я сделаю по-быстрому мастеринг через автоматический ассистент новой версии Озон, а именно Озон 11. И мы сравним финальный результат с мастерингом, который выполнен на профессиональной мастеринг-студии Sterling Sound. То есть я раньше отправлял этот трек уже на мастеринг, Крису Герингеру на Sterling Sound. И, соответственно, у меня есть этот мастер и есть немастеренный мой миксдаун, который мы сейчас по-быстрому отмастерим через Озон. И посмотрим, насколько искусственный интеллект уже подобрался близко к тому, что делают профессиональные мастеринг-студии. Поехали! Итак, ну давайте по-быстренькому делаем мастеринг через автоматический ассистент Озона. Это мой файл без мастеринга, звучит он примерно вот так. Итак, устанавливаем сюда Озон 11 и прогоняем самую громкую часть через него. Вот, собственно, то, что он сделал. Кстати, видите, он поднял чуть-чуть вокал. Давайте я чуть громкость сделаю пониже, он его довольно сильно разогнал. Итак, это был первый автоматический мастеринг, который вот он сделал. Мы ничего вообще не трогали. Делаем экспорт. Кто мой интерес? Сравнить, как он автоматически все это сделает. Вот, назовем его Озон Автомастер А. Окей, мастеринг завершен. Давайте теперь сделаем такое. В качестве таргета мы загрузим сюда трек дуалипы. Точнее, он у меня уже был проанализирован. Я просто выбираю Don't Start Now. Вот он перестраивает цепочку. Давайте послушаем. Как вы видите, вокал здесь без изменений, потому что если мы используем какой-то свой таргет файл, то он не может отследить громкость вокала. И он просто не использует балансировку вокала. Итак, экспортируем. Итак, мы экспортировали файлы. Теперь закинем их в Expose 2, чтобы прослушать все на одинаковой громкости. Сюда я уже импортировал мастеринг, сделанный студией Sterling Sound. И теперь закидываем два наших файлика. Итак, поехали. Послушаем, что получилось. Сначала мой не мастеренный, и потом сверху пойдем. Sterling Sound и два разных мастера из Изотопа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вы услышали, как звучат вот эти припевы. Делайте свои выводы. Напишите в комментариях, что на ваш взгляд звучит лучше. Ну, очевидно, что вот этот вариант самый яркий, спектральный получился. Ну, и вот эти вот две версии, они чуть ближе друг к другу, хотя вот здесь слышен какой-то динамический процессинг, такой специфический. В общем, тут могут быть разные мнения, разные вкусы. Напишите, что вы думаете. Сейчас еще сравним куплеты. Итак, поехали. С немастеренный начнем. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, вы услышали разные варианты звучания куплетов, тоже напишите, что вы думаете в комментариях, очень интересно. Не забывайте, у нас много обучающих курсов на нашем сайте онлайн-мастер-класс.ру И для того, чтобы получить скидку, можете ввести промокод МАСТЕР23 На этом всё, с вами был Роман Стикс, пока-пока, увидимся в следующих видео.